Мега-звезда по имени Алла. Ее жизнь как увлекательный роман, ее песни как веха в истории страны. Как только она появилась на эстраде, миллионы поклонников стали пристально следить за восхождением нового таланта. И певческий олимп Алла Пугачева покорила, казалось бы, так легко. Но за этим легко всегда стоял титанический труд, невероятная свобода личности и, конечно, голос, которым ее наградила судьба. И женщина, которая поет, получила то самое счастье, о котором пела для нас, тех, кто ее безмерно любит. Как же долго я пела от боли, а теперь я пою от любви. После стольких жизней на сцене у всех на виду, она, конечно, заслужила право на счастье в тишине. Алла Пугачева живет настоящим и не хочет говорить о прошлом, считая, что итоги подводить рано. Поздравляю им! Завели до слез, мать сюда! Своим счастьем она делится со всеми, как всю жизнь поет, о личном и сокровенном. Гарри и Лизе уже по пять с половиной, и трепетная мама всегда рядом. Наслаждается самой обычной жизнью. Рисует, готовит, играет и, конечно, поет. Как я папа пришел? А на спальмахе пришел? Алла считает, что детей надо постепенно приучать к музыке и угадывать их способности, желания, то, что им нравится. Она такая мама, какая должна быть. Мама. Она никогда не боялась быть новой и разной, оттого и у каждого поколения своя Пугачева. И она остается голосом эпохи. Актрисой с помощью балахона, копной волос, жеста, способной на любое перевоплощение. Даже не певицей, а близким человеком. Изливает душу, веселит и дает силы жить. И уже больше сорока лет она не сходит с обложек журналов. Фото Пугачевой всегда гарантия. Будет интересно. Но разве могли подумать читатели популярного журнала «Техника молодежи»? Вот его номер за август 67-го. Что никому неизвестная, 18-летняя певица. Вот с этой фотографии будущая советская суперзвезда. Кстати, это ее первый опубликованный в печати снимок. Стоя где-то вот здесь, в холле Дворца культуры ЗИЛ, открывая конкурс роботов, юная Алла Пугачева пела о том, что в 2001 году нам всем заменят сердца на транзисторы. Слава богу, этого не случилось. Но говорят, у робота, который пытался вручить Алле цветы, что-то заклинило. И ей пришлось с силой вырвать букет. Вот такой дебют на глазах миллионов телезрителей. Сильная женщина, которая поет. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком. Уникальные кадры, репортаж программы «Время» о конкурсе артистов эстрады в 74-м. За год до золотого смеха Аллы. Единственная певица, которую мы признавали. В студии немецкого ТВ в 76-м Пугачева производит фурор. Она здесь первая советская певица, которая не стоит на месте. Даже вот это платье на тот момент было очень смело для советской эстрады. В прямом эфире польского ТВ еще хлеще. Пугачева перекрестилась, а в другой раз позволила себе слишком глубокий разрез. Но за эту свободу и искренность страна ее и полюбила. Ее благословляет Шульженко. А песни из иронии судьбы и фильма «Женщина, которая поет» прославляют. Их просят спеть космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко, когда на станции возникают проблемы. Любовь мою до часа страхового. Миллион, миллион, миллион алых роз. Ее съемки в европейских шоу навсегда меняют и картинку советского телевидения. Пугачева требует, чтобы было точно так же. Снимает первые видеоклипы и лично строит первые телемосты с Западом. На конкурсе в Сан-Реме, где Пугачева, почетные гости вместе с Уитни Хьюстон, ее слушают с интересом, а провожают овации. Меня тогда поразило до глубины души ее исполнение. Когда Алла пела, я стоял за кулисами. Я бы назвал ее стиль средиземноморским. Она пела просто и легко. И в то же время в ее голосе было и палящее солнце, и соленый морской воздух, и буйство жизни. На концертах в Европе Пугачева поет самый модный, но запрещенный в Советском Союзе хит про Супермена. Будь то бы он тлитворно подействует на молодежь, ведь в Индии из-за него певицу едва не разорвали в экстазе. Он начал охватать за ноги, за платье. Охрана ерела около, за кулисы. Но успех имела она там потрясающий, конечно. Но во все времена Пугачева со своей стороной, которую сама же и изменила. По сути, она и первая советская рок-звезда, и первый музыкальный продюсер. Ее ругали за банк на голове, а она, в отличие от многих, не испугалась петь для ликвидаторов Чернобыля. Сегодня она по-прежнему помогает молодым артистам, снимается в самых модных клипах и втайне готовится к живому сольному концерту впервые за 10 лет. С новыми песнями и смыслами, оставаясь все той же Аллы Пугачевой, которую мы любим. Чтобы в этот театр песни вновь войти и соответствовать тому высокому уровню, который когда-то был достигнут, конечно, это надо тренироваться. И, в общем-то, все ее нервы и переживания связаны с тем, что она постоянно репетирует, придумывает, а что сейчас, а что получается, а что нет. Что вижу, то пою про любовь твою, я просто жизнь люблю, какая есть люблю. Алексей Зотов, Юлия Заграничного, Илья Марьин, Анастасия Берестенко, Первый канал. С юбилеем Аллу Пугачеву поздравил президент России Владимир Путин. А сразу после программы «Время» о жизни, ее радостях и сложностях, об очень личном, о творчестве и о том, каково это, быть всегда на виду, или как поет сама Алла Пугачева у судьбы под прицелом, будут говорить две звезды. Олег Меньшиков, актер, режиссер, руководитель театра имени Ермовой, взял интервью у самой известной певицы нашей страны. Продолжение следует...